И всем привет, ребят, с моими сторонами я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим самую обсуждаемую тему за последнее время, пока у нас игра не работает. Всем очень интересна компенсация, какая она будет, в каком виде, в каком большом размере. Обсудим сегодня этот моментик. Я постараюсь высказать свою точку зрения, каким я вижу эту компенсацию и в каком размере. Ну а вы, соответственно, в комментариях также можете написать, что вы думаете по этому поводу. Ну и согласитесь, вы с моей точкой зрения не согласитесь. Если не согласитесь, то напишите, какая компенсация будет по вашему мнению. Также, конечно же, поддержите данный видос лайком. Ну и подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, дабы у нас было движение определенное вверх. Если начинать разговор с компенсации, то хотелось бы, конечно же, узнать, когда наша игра заработает. Пока что по определенной информации есть такие предположения, что игра заработает где-то через пару дней. Но все понятное дело, что не точно и далеко не факт. Но надеемся, что на этой неделе она заработает. И уже в пятницу начнутся все самые интересные ивенты и скидки с черной пятницей. Но компенсация уже как минимум не может быть обычной и не может быть какой-то простой, которая была, например, за DDoS-атаки, которые были, ну, примерно где-то неделю назад. Вы на своих экранах сейчас видите компенсацию, которая была на тот момент времени. И Орех в обзоре, ну, в ответах на вопросах даже, наверное, будет так более правильно. Он сказал, что та компенсация, которую выдавали за DDoS, она была не столь значительная, в отличие от той компенсации, которая будет выдана как раз-таки за то, что сейчас игра не работает. И все те ребята, которые не забрали предыдущую компенсацию, смогут забрать новую. Соответственно, она должна как бы покрыть предыдущую и сверху добавить приз. Именно я для себя такую логическую цепочку складываю из его слов. Плюс, он сказал о том, что каждый игрок сможет получить все награды за челлендж. Да, соответственно, здесь я уже точно знаю, что у нас в компенсации будет 3000 звезд. То есть, каждому игроку выдадут по 3000 звезд, чтобы, если что, вы просто нажали кнопочку, чтобы у вас полностью челлендж выполнился. И чтобы вы могли спокойнейшим образом забрать челлендж. Ну, и дальше там уже зависит от того, есть у вас боевой пропуск или нет. Тут уже, как говорится, у кого что есть, да, по танкоинам, у кого что есть по желанию, покупаете, не покупаете, получаете призы. Я насчет челленджа вижу ситуацию именно так. Возможно, оно будет по-другому и просто все награды получат даже вне зависимости от боевого пропуска. Но более логичным я бы, наверное, видел бы такую ситуацию, что у нас как раз таки начисляется 3000 звезд. С компенсацией вы забираете ее и, соответственно, проходите автоматический челлендж. По поводу према, здесь, если у нас за предыдущую компенсацию дали десятку, то я, ну, чтобы все были рады, я вангую 30 дней. Да, я вангую реальный месяц. Я считаю, что именно месяц према может полноценно закрыть глаза на то, что произошло и замотивировать игроков играть в игру с большим желанием. При том, что сейчас у нас как бы игра не работает. Понятное дело, что какой-то процент аудитории уже отпадает, да, потому что, ну, как бы, те ребята, которые относительно недавно начали играть, они как бы уже, ну, я не думаю, что особо в чем-то будет замотивировано. А вот как раз таки, если выдать сочнейшую компенсацию с 30-точкой дней према, с премочкой до, грубо говоря, нового года, то я считаю, что именно это может очень неплохо забустить игроков, играть в нашу игру, фармить в игре игровую валюту, ну, и плюс, как бы, быть замотивированными в полноценном существовании и в игровом процессе, да, при том, что у нас будет безумно большое количество всяких разных ивентов. Это даже не считая все новогодние, рождественские ивенты, которые еще не анонсированы и далеко не анонсированы, да. Плюс у нас должен быть старт контрактов, которые обещали в ноябре, но, понятно, по особым причинам сейчас, ну, нету даже смысла говорить об этих контрактах, но 30-точка это реально то, что я хочу видеть в этой компенсации. По поводу контейнеров, я думаю, что можно рассчитывать где-то примерно на 50-точку, да, ну, в принципе, это, наверное, адекватная цифра для всех игроков. Возможность дополнительного вкусного фарма, я считаю, что 50-точка это реально нормально, нормальное хорошее количество, которое можно было примерно заработать за время отсутствия нашего проекта. Ну, и недельных контов, ну, здесь я не знаю, да, то есть, там, сколько, получается, у нас не работала игра, там, ну, где-то так же самое, наверное, десятка какая должна залететь, и этого будет вполне достаточно. Самое главное это танкоины, да, в каком количестве они будут выданы, кто-то нам говорил за тысячи, да, но адекватную цифру для себя я вижу 500, да, на сегодняшний момент времени адекватную цифру я вижу 500, 500-ка контов, ой, 500-ка контов, говорю, 500-ка танкоинов, это, в принципе, та цифра, которая может спокойно за такую компенсацию быть выдана всем игрокам. Но это лишь мое мнение и то, как я вижу эту компенсацию для себя. Также информация по поводу танкоинов, которые вы покупали, ежедневные танкоины, есть такая у нас специальная дополнительная миссия, которую вы покупаете с 500-кой, если я не ошибаюсь, танкоинов, и потом на протяжении 30 дней забираете по 150 танкоинов, да. За эти дни Орех сказал, что либо же эти дни, которые на момент времени, пока игра отсутствует и не работает, они будут просто добавлены в вашу миссию с ежедневными танкоинами, либо эти ежедневные танкоины автоматически будут начислены на ваш аккаунт за все то время, которое было пропущено, да, но на те аккаунты именно, которые были с покупкой ежедневных танкоинов. Не на все аккаунты, да, и не в виде компенсации, а именно на те аккаунты, где ежедневные танкоины были куплены. Поэтому я для себя вижу ее примерно такой, да, вы можете с ней согласиться, вы можете с ней не согласиться, вы можете написать в комментариях свою компенсацию, да, я честно не знаю, у меня нет никакой абсолютной информации, о том, какая на самом деле будет эта компенсация, это лишь мое, повторюсь, мнение, связанное с ней, ну а дальше мы уже, как говорится, либо угадаем, да, насколько близко, ну мне даже самому интересно, да, насколько я близок к истине, да, ну либо же я буду неправ и компенсация будет немножко другим образом. Повторюсь, 50-ка ультракантов, 50-ка обычных кантов, десятка недельных контейнеров, 30-ка дней према, 3000 звезд, 500-ка танкоинов, ну и насчет конфет я честно не знаю, да, может, ну какая-нибудь там сотка залетит, потому что там у нас оставался, если я не ошибаюсь, последний день, да, с конфетами, при том, что я еще до сих пор на бездонате-то мини-игру свою не прошел, поэтому очень сильно надеюсь на то, что я успею это сделать и в последний день как раз-таки эту мини-игру пройду. Пишите, что вы думаете по этому поводу, очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу компенсации, да, можете написать вот прям подробно, да, какую вы видите для себя, может быть, кто-то угадает, и если кто-то угадает, может, мы даже какой-нибудь дополнительный приз начислим этому молодому человеку, ну и также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, когда вы не пропускаете новые видеоролики, ну а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!